Ухух, ребята, 10 лет канала, на днях стукнуло канала 10 лет, я об этом узнал как, я об этом узнал от тебя, потому что я забыл об этом вообще, я забыл о том, когда я это сделал, когда я это начал, зато я помню почему, я об этом сейчас расскажу, сейчас небольшой такой, знаешь, маленький кенчуп соус в твои макароны, я нахожусь сейчас в Грузии, Заболел уже пятый раз, наверное, ковидом Я болел всеми, наверное, вариантами болезни Вот, сейчас данный момент болею Надеюсь, ну, вроде как получше Не знаю, что там будет дальше Вот, ну и на самом деле я предполагаю, что ковидом Просто сходил к врачу, он в первую очередь Я прихожу к врачу, говорю Я кашляю Она такая, что такое у тебя? Я говорю, симптомы И я просто смотрю, как она Маску И я такой, ясно, ни слова больше Ушел, закрыл дверь, ударил младенца и вышел в окно Вот, короче говоря Да, так что сейчас я болею У меня может немножечко голос, что-нибудь звучать неправильно А может быть нет, не знаю В любом случае Сейчас мы с тобой обсудим Как же это произошло Как я докатился до жизни такой Знаешь, у меня такая мысль возникла, что Если ковид действительно влияет на интеллект То скоро я стану тумбочкой Начну снимать реакции Как эти ваши всякие Виндяи Ладно Десять лет Ёба Ё-ё Я начал когда этим заниматься Я помню чётко, когда я начал этим заниматься Я даже помню, почему я начал этим заниматься И Настало время Да, я знаю, что некоторые загадки никогда не должны быть раскрыты Из чего сделан бургер в Макдональдсе Что лучше, палочка левая или правая Какой причиной являлся канал Винди Я расскажу тебе На самом деле это было перед универом Я, по-моему, на стриме когда-то об этом даже рассказывал Наверное, самые шарящие об этом, конечно же, знают Дело было перед универом Перед моим, по-моему, первым курсом Да, я в три года уже на первый курс универа поступал Прикинь, мой канал, мой канал старше Чем 90% людей, играющих в Roblox Мой канал старше Чем 95% людей, сидящих в Твиттере Ну, а остальные 5% это родители Следящие за своими чадами И пишущие что-то про политику Не, ладно, ничего Все, твиттерский, без обид Я просто в Твиттере не сижу, потому что меня там забанили У меня личная к Твиттеру ненависть Вот, короче Это было перед универом Я просто смотрел видос Я помню даже, кого я смотрел По-моему, тогда я смотрел Блях, нет, не помню, кого я смотрел По-моему, Артура, который Уфа Смотрел тогда Он еще старше меня на Ютубе Или кого-то из зарубежников Но так или иначе, я смотрел тогда Лигу Легенд Кроме прочего Я тогда очень сильно залипал по Лиге Легенд Знаешь такую игру, да? Та самая, в которой сейчас 3000 скинов И все скины это полуголые девушки Они в этом почти перегоняют уже Геншин Вот Я тогда это очень любил Я и сейчас игрушку люблю Правда, теперь люблю ее немножечко иначе Так сказать, в другие инструменты Я ее люблю Теперь на телефоне я в нее играю Вот И тогда я посмотрел видос Артура И думаю, блин А хули? Просто у меня универ Представь себе позицию мою Универ Новая стадия жизни Новая страница жизни Тот самый момент, когда все в моей жизни изменится Все не будет иначе Не будет как прежде Я не буду больше домоседом Я не буду больше сидеть и смотреть аниме 24 на 7 Я не смотрел Я найду себе, наконец, друзей Спойлер нет Ничего не изменилось Так что кто идет в универ с ожиданием того, что что-то изменится Все, что может измениться Это количество времени, которое у вас есть в день Его станет меньше Вот Короче Я решил Надо Надо что-то поменять своими руками И я начал Ковать Я начал делать свое будущее Я решил, что самый лучший способ начать канал Это Что люди больше всего хотят Вот Что люди видят, когда представляют себе любой Ютуб канал, а? Харизму? Пф Кому нужна ваша харизма? Сюжет? Ха Не смеши меня Интересные игры? Херня Интро Интро Я потратил на интро 5 дней Я изучил After Effects для этого Я тогда только программировал Я After Effects не знал Изучил After Effects Открыл Господи, упаси Sony Vegas Никогда не надо в это программироваться Открыл Премьер Я, короче, все программы пощупал В премьере создал Интро Ты можешь его даже сейчас посмотреть То самое первое интро Которое было у нас с тобой на канале Блин Это такая вышка Я все еще считаю, что интро, которое я сделал на самом начале Самая продуктивная деятельность моя за весь Ютуб И вот Я сделал интро И возник вопрос А что же дальше-то делать? Я решил делать по Лиге Легенд Истории Интро, чтоб ты понял, я делал 5 дней Использовал я его Меньше Я использовал 2 дня 2 видео 2 видео Всего лишь Я использовал это интро Третье видео на канале У меня Это подкаст О том, что парни, блядь Не успеваю выкладывать видео Каждый день Как планировал Черт Потом я после этого Выкладывал еще 3-4 видео По Dark Souls По-моему И Сталкеру А потом снова Парни, я опять Не успеваю Выкладывать видео Господи Боже мой Как ты понял У меня всегда было шикарно С расписанием Знаешь, я был тем самым парнем Которого все ненавидят Но не потому, что я противный Или там, я не знаю Воняет от меня А потому, что Если мы с тобой договорились Встретиться В 13 часов дня Здесь Я приду туда В 13.20 И ты жди меня, сука Если ты меня не будешь ждать Я обижусь Найду тебя И твою собаку Засуну тебе в рот Это тебе будет приятно И ты потом будешь задавать вопрос себе В своей ориентации Так что не надо со мной играть Я тебя уничтожу Вот В общем и целом Я уже тогда имел Огромные проблемы с этим И на протяжении Первых пяти лет У меня были все время Проблемы с этим Всегда Я всегда Говорил себе Андрюха Надо собраться Возьми себя в руки Пора выкладывать видео Каждый день Одно видео в день Не надо больше Не надо мне Одно видео в день А потом выходит Сука ФНАФ 3 Я бросаю универ на неделю И делаю по Шесть видео По ФНАФу в день Поехали Вот это контент Давай Погнали Я считаю Что я самый активный Ютубер на Ютубе На самом деле Я считаю Что все вот эти вот Другие ютуберы Которые Мы об этом сейчас поговорим Вообще это шутка Нет Не считаю Что самый активный Ютубер на Ютубе Вот Потом Мы с тобой Делали Сталкера Я помню Делали ее По-моему До 14 серии 14 серия Клёва Но потом Я просто перестал ее делать По-моему Мы начали делать с тобой Майнкрафт У меня просто Друг тогда был И тогда я написал Я сам это сделал Тогда это было Не так ужасно Я писал ютуберам На почту Мол Ребята Помогите лайков Я вот Вот гляньте Что делаю Посмотри Что делаю Классный контент Старай Я правда старался Стараюсь Посмотри Если не проблемно Можешь Высказать мне Где я дебил Где я прав Где я не прав Если хочешь Можешь как-нибудь помочь То есть в первую очередь Я писал им Чтобы они сказали мне Андрюха Ты говно Я такого рода Знаешь как Ютуб мазохист Мне очень нравилась критика То есть всегда Это Даже люди С которыми я вот общался Они это могли увидеть Что я постоянно спрашивал Как видео Как видео Как что Как что Иногда это даже до абсурда Доходило И тогда вот Я у людей Спрашиваю Тогда появился один парень Илья Вайпер Не знаю Если честно Сейчас ведет ли он канал Но если ты вдруг Это смотришь Спасибо тебе огромное Помню У него было тогда Тысячи подписчиков У меня было тогда Восемьдесят Он мне мало того Что лайк Вжбарил Он мне еще Вжбан Закинул Скайп Мы с ним общались Мы с ним вместе играли Причем по соседству Был в Харькове Я очень надеюсь Что сейчас Все хорошо у тебя Если ты опять же Это видишь Вот И Мы Общались Все время Практически все время Вот это играли Снимали Он мне очень помог В начале Ну вот Я его до упора Возможно даже сейчас Кстати Я не знаю Нет Наверное уже нету Но я прям Вот до шести До семи миллионов Держал Его у себя В Да Уйди Ну не надо Реклама Пошла вон У меня держал В каналах Да Его сейчас нету Но я его убрал Там что-то На шесть миллионов По-моему То ли он убрал То ли что-то Короче Очень долго его держал Я прям очень ему Благодарен был за это Еще парень Такой был Блин Наверное Никто не помнит Но Ауды может быть Вспомнят Помидорка Был такой еще Ютубер Он тоже лайк Поставил просто так И Апогей Я тогда Нашел Юзя Был такой парень Тоже потом Что-то с ним не то было Вот Я у него заказал лайк За тысячу рублей Тысячу рублей Тогда было Это деньги были Это просто Миллиарды были Я вот чувствовал Что я отдал ему Миллиард Просто вот Я мог Три виллы купить На эти деньги Отдал ему на лайк Он поставил лайк Лайк помог Мне пошли люди Пошли зрители И я такой Да Целых пять Зрителей Подписалось На мой канал Не думаю Что кто-то из них Все еще жив Потому что Так долго люди Не живут В принципе Вот И после этого Я начал делать Майнкрафт Майнкрафт Все знают Это один из тех Этапов Вот Одна из Лесенок На моем канале Это Майнкрафт Вот когда я начал Делать голодные игры Вместе с Шедом Потом вместе С подругой Мы делали Лаки-блоки Это первая рубрика Которую я сам Придумал Лаки-блоки По-моему Я нигде их Не нашел Но я не уверен Вот После этого В какой-то момент Многие задают вопрос Андрюха Ты что блять Делаешь своими пальцами Вот сейчас Не знаю Люблю я пальцами крутить Второй вопрос Это Кстати Прикинь Нет Ладно Это не так впечатляюще На камере выглядит Короче у меня Очень гибкие руки Ну ладно Спрашивали многие Каким образом Вообще Андрюха Почему ты начал делать Майнкрафт ФНАФ В свое время Как пришло тебе Это благословение С небес На этих Три аниматроника Которых ты начал До каждой ниточки Разбирать И это я сделал Теорию На геймфиоре Перевод Сделал Выложил ее у себя Причем Выложил я ее Потому что В очередной день Вечером Мне нужно было Что-то снять По этой игре И я не знал Что по ней снять А как раз Недавно Я снял Первую серию По ФНАФу 1 Тогда еще Демо версии Я очень помню Что у меня тогда Было со всем этим Я очень помню Весь этот путь Все это путешествие Как оно происходило Вот И вот тогда Была демо версия Я помнил об этой игре Подумал что Ну интересно может быть Перевел Сделал Английский я знаю Мне проблем не было Перевел Сделал Мне показалось Очень интересно Выложил Тогда не было Еще информации О том Как канал заходит Что хорошо заходит Что плохо заходит Но я Четко понял Что людям понравилось Потому что Комментарии Комментарии Людям понравилось Это видео Прям полетело Вот И прям Всем оно понравилось И мне оно понравилось И я такой Ёб твою ма Оказывается Тут есть такая Вселенная ФНАФ В ней еще есть Сюжет И еще сюжет Можно обсуждать Еще и людям Интересно обсуждать сюжет Епать Ну как бы Я был очень рад Этой находке Потому что Я люблю Скажем так Философствовать В принципе Вот дай мне возможность Я буду пиздеть О чем-нибудь На протяжении Целого года Вот И теперь Мне дали эту возможность Вы дали Ты дал Ты виноват, что открыл этот ларчик, этот ящик Пандоры, этот слив, наоборот, начал в тебя прыскать, только вместо кала твоих соседей, это теории по ФНАФу, вот, и я начал, короче говоря, это делать, мне это очень понравилось, я сначала делал прописанные теории, но довольно быстро, я текст не писал, я текст вообще не часто писал в то время, я тогда был умнее, вот, я, знаешь, тот самый человек, который достиг пиков три года, вот, выше него я никогда не поднимался, и вот тогда, примерно, я делал теории по ФНАФу, я делал теории по ФНАФу, просто, потом, из того, что я видел, из того, что я знаю, из того, что я находил, и периодически я в процессе самого записи видео придумал очередную теорию, мне это очень нравилось, прям, очень нравилось, тебе не писать, я сделал, наверное, 400 видео по этому, по этой теме, не знаю, сколько конкретно, наверное, те, кто олды, тебе скажут конкретную цифру, но я так вот прям, просто с куста не помню, вот, и начал вот это делать, таким образом, мы делали, делали, делали с тобой теории, в какой-то момент я сказал себе, Андрюха, ты не хочешь, я подошел к зеркалу и говорю, ты не хочешь, чтобы кто-то считал тебя исключительно ФНАФером, ты не хочешь, чтобы тебя знали только как ФНАФера, потому что как ФНАФера тебя забудут, как только ФНАФ уйдет, ФНАФ это дуновение ветра, оно ведь всего лишь на одну серию, на одну часть пришло, одна часть пришла, и оно уйдет, и все, и людям плевать станет, я никогда не был так не прав, и вот теперь ФНАФ 10, блядь, выходит скоро, или 11, или какой там, ФНАФ 10 миллиардов, 332, да, ну как бы, так или иначе, я начал себе говорить, Андрюха, надо делать другие игры, и я начал делать другие игры, целых два видео, между 400, в теории по ФНАФу, там вышло где-то 3-4-5 видео, но зато какие это были, сука, видео, это такие были, ой, ёпт, а это такие видео были, мне сейчас мои видео, вообще, если честно, нравится больше, чем предыдущие, чем вообще вот все, что тогда были, но те видео я помню, вот просто вот, они, я их помню, потому что я помню, как я их снимал, я помню, когда, что, и многие ребята, я тогда пытался петь песни, я тогда не умел попасть ни в одну ноту, я и сейчас не умею, но я тогда пел, кто шарит, напишите в комментах, вот мне очень интересно, Леонардо Ди Каприо, как, что-нибудь говорит вам об этом, или Шайлабаб, вот что-нибудь вам об этом говорит, одно из самых не собирающих видео у меня на канале, на самом деле, но я им горжусь, просто потому что там есть песенка, там есть песенка, я доволен, вот, еще Монструм, ооо, вот Монструм, Монструм мне очень нравился, вот, Монструм мне нравилось снимать, нравилось монтировать, нравилось все вообще, потом в какой-то момент там, вот где-то тогда, я впал в какую-то апатию, унынию, легкую такую-такую-такую-такую-то депрессушку, то есть, у меня прям четкое было ощущение, что, блядь, Андрюха, все, что ты делаешь, говно, говно, понимаешь, вот все, что у тебя собралось, вот получилось так, от тебя это не, удача, может быть, а может не удача, а может проклятие, ну, короче, я начал себя загонять очень дико, вот, и загонял, 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 и вот мы здесь, да нет, на самом деле, вот, в какой-то момент я с этим разбирался, когда-то загонялся, когда-нибудь загонялся, да у всех такое бывает, я, в принципе, чувак такой рефлексирующий, то есть, я очень часто думаю, а что я, вот, я просыпаюсь посреди ночи с мыслями, а что я должен был бы сделать в том разговоре с той девочкой, может быть, она мне подкатывала, когда пыталась мне спросить у меня меню в ресторане, вот, ну, короче говоря, да, после этого мы делали с тобой ФНАФ, 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 потом я уже начал переходить на другие игры, там, Фрэнд Боу была, Антил Доун, Антил Доун, который не зашел, потом я начал делать индюшки, инди-хоррора, я не знаю, в какой момент мы с тобой превратились в историю моего канала, но, так или иначе, мне очень интересно с тобой это обсудить, так что, хочешь слушай, хочешь не слушай, вот, и, да, как бы, пришли теперь к моменту, который у нас с тобой ближе к сейчас, к нему, там Поппи был еще, цветы и хагиваки, и так далее, но, так или иначе, наше с тобой путешествие было великолепным, великолепным, где-то по пути, там еще отпочковался виндяй, да и пошел он, этот реакционер, вот, настоящий контент делается здесь, лучший контент, это я, шиза, вот, короче говоря, да, и теперь мы здесь, я все еще продолжаю кайфовать, я все еще продолжаю добавлять всякое новое в материалы, я все еще продолжаю радоваться тому, когда я сделал какой-то монтажик, и мне прям такой, оа, как это хорошо, как это забавно, я все еще продолжаю радоваться, когда раз в тысячу видео у меня какая-то шутка пропрыгивает, я продолжаю радоваться тому, что мы с тобой, это все еще, я говорил недавно, да, но все равно, все еще, мне по кайфу все, что происходит, и у меня часто спрашивают, пора уже ответить на это, у меня спрашивают, Андрюха, а что ты будешь делать, кстати, вообще-то, люди спрашивают, а что будешь делать, если монетизации на ютубе не будет, вот, мы с тобой разговариваем, а также люди спрашивают, Андрюха, а что ты будешь делать, когда ты будешь дедом, когда тебе будет уже лет сто, что ты будешь делать, лет триста, лет пятьсот, я собираюсь жить минимум, вот, что ты будешь делать, ты все еще будешь снимать, ты будешь дедом и будешь снимать видео, а кому нахуй твои видео будут нужны, мне, Я буду дедом, ты будешь дедом. И мы вместе будем делать это. Мы вместе будем снимать очередной видос. Мы вместе будем продолжать смотреть всякие интересные вещи. Только на тот момент мы уже будем смердеть на всех вокруг, знаешь. Нас с тобой, наверное, останется немного. Мы с тобой переживем этих вот этих дурачков, которые говорят, я там что-то там. Мы с тобой переживем. И мы с тобой будем говорить, вот, блядь, молодежь, вот в наше время, Снаф. Ой, вот тогда было хорошо, а вот теперь зуб выплюнешь. И тогда все вокруг тебя оценят. Вот это буду я. Да, я вообще реально вот снимаю, потому что мне нравится. Иногда бывает, что не хочется снимать. Иногда бывает, что лень, не каждый день хочется. Иногда хочется отдохнуть, так вот, лечь овощем над кроватью и смотреть каких-нибудь пиратов Карибского моря. Они меня, кстати, ждут. Вот. Но я думаю, я думал об этом недавно. Что вот я бы делал, если бы не нужно было снимать. Вот, не нужно было. Были бы у меня бесконечные деньги, да, к примеру. И все. Не нужно было вообще об этом переживать. Я все равно снимал. Я бы все равно снимал. Может быть, я бы только чуть-чуть изменил бы контент, но я бы все равно точно так же снимал. Я бы все равно хотел бы с тобой увидеться, с тобой общаться, с тобой все это обсуждать. Не знаю. Мне это нравится. Нравится до сих пор. Я надеюсь, и тебе до сих пор это нравится. Вот так вот. Такой маленький видос на 20 минут вышел. Я не знаю, я не планировал сейчас об этом говорить. Я хотел быстро тебе сказать спасибо. Вышло это как-то не так. Но я надеюсь, тебе понравилось. Надеюсь, тебе нравится. Надеюсь, тебе будет нравиться. И да. Всем пока, ребят. До скорого. Удачи.